Итак, коллеги, всем добрый вечер еще раз. Рад приветствовать всех на нашем первом вебинаре в этом году, который мы проводим вместе с доктором Александром Элдером. Трейдинг у правого края экрана. И перед началом вебинара, как всегда, несколько организационных вопросов. Первый момент – это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками. Не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этим риском не ознакомились и не разобрались. Но я думаю, что многие из вас понимают, что в любом случае инвестирование, если внесет определенный доход, то это, в первую очередь, связано и с рисками. Данный вебинар проводится на площадке компании Адмирал Маркетс. Адмирал Маркетс – это брокерская компания, которая работает уже порядка 18 лет. Мы работаем по всему миру и предоставляем наши услуги как по маржинальной торговле, то есть использованию кредитного плеча, так и по классическому инвестированию в акции, в европейские, американские, ну, в принципе, различных стран, акции стран, которых являются ликвидными. Вы можете торговать на порядка более 8000 инструментов на платформе Метатрейдер 5, которая очень хорошо зарекомендовала себя среди трейдеров. Ну и, кстати, вот у Александра также те индикаторы, которые мы рассматриваем, те, которые будут демонстрироваться в ходе сегодняшнего вебинара, они также используются для платформы Метатрейдер 5. Если у вас уже есть реальный счет в Адмирал Маркетс, то вы можете написать мне на почту mark.com, и я предоставлю также промокод, если для вас интересно, также и индикаторы, которые Александр разработал, изобрел, и их также можно будет использовать для платформы Метатрейдер. Ну и также мы делаем очень большую ставку как раз на образование, на обучение наших трейдеров, ну и, в принципе, повышение финансовой грамотности среди людей, поэтому мы проводим серию вебинаров, как в данном случае с доктором Элдером, мы встречаемся раз в месяц, следующий вебинар запланирован уже на 25 февраля, дополнительно вам регистрироваться не требуется, ссылка придет вам с напоминанием автоматически за неделю, за день и за час, соответственно, до вебинара. Если по какой-то причине у вас не получится посетить вебинар, то будет предоставлена запись на нашем YouTube-канале, но со своей стороны всегда рекомендую присутствовать онлайн, так как здесь вы можете задавать вопросы и получать от Александра сразу же ответ, что гораздо более эффективно. Ну а ваши вопросы к следующему вебинару обязательно оставляйте под записью сегодняшнего вебинара на YouTube-канале, мы обязательно сделаем рассылку, чтобы вы смогли это сделать. Ну и также на нашем YouTube-канале вы можете найти ежедневную аналитику как по валютному рынку, так и по фондовому рынку. Кстати, по фондовому рынку у нас также проводит трансляция один из учеников Александра, Игорь Дорошенко, который делает обзоры на еженедельной основе, поэтому также рекомендую подписаться на канал, ссылочку также пришлю после того, как мы перейдем к вебинару. Ну и хотелось бы представить человека, который для многих не нуждается в представлении, но тем не менее всегда приятно это делать. Доктор Александр Элдер, человек, который вдохновляет, мотивирует и всегда дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, которые дают возможность понять, как же работает этот финансовый механизм в полной степени. Поэтому, Александр, готов передать слово вам, выходите в эфир и мы можем начинать. Спасибо большое, спасибо большое, Роман, за доброе представление. Вам меня слышно, видно или нет? Да, все в порядке, и слышно, и видно. Все в порядке, окей, тогда добро пожаловать участникам нашего вебинара со всех концов света, но больше, конечно, из Восточной Европы, России, из Казахстана я вижу человек, из Балтии. И если я выгляжу красным немножко, то это потому, что я обгорел, катался на лыжах. Вот я живу в горах в 12 минутах от лыжного подъемника и на прошлой неделе немножко перестарался. План встречи на сегодня. Во-первых, хочу подтвердить то, что сказал уже Роман о том, что трейдинг – это риск, это всегда риск. Если кто-то вам говорит, что есть абсолютно надежная, безрисковая сделка, этот человек врет попросту. Безрисковых, надежных не существует. И, кроме того, еще одно предупреждение. В ходе сегодняшнего вебинара мы, несомненно, посмотрим на какие-то конкретные рынки, акции, фьючерсы, возможно. И не считайте то, что я говорю, рекомендацией к действию. Я не могу вам дать рекомендацию к действию по той простой причине, что я не знаю ни вашего финансового положения, ни вашей терпимости к риску. Ничего. Поэтому, когда я рассказываю, когда я рассматриваю какую-то акцию или какие-то фьючерсы, то, что я делаю, я думаю вслух. Я смотрю на них, как я смотрю на них для своей собственной домашней работы. Я постоянно занимаюсь трейдингом. Сегодня утром провел три сделки и пытался протестовать четвертую за вчерашний день, но не вышло. Это, как часто бывает, когда пытаешься протестовать сделку, и это не выходит, она вдруг оказывается очень прибыльной. Так что брокер потерял, что не взял эту сделку на себя. Но это долгая и не очень занятная история. Давайте начнем с того, что посмотрим, что происходит на рынках на сегодняшний день. Потом я получил целую страницу вопросов, и мы посмотрим на эти вопросы. И, возможно, у вас, если останется время, если у вас будут какие-то вопросы по ходу дела сегодня, то, пожалуйста, задавайте их. А если вы вопросы не подготовили, то подумайте заранее. Как сказал Роман, 25 февраля у нас будет следующий вебинар. И подумайте, пошлите какие-то вопросы заранее. Всегда интересно их получить немножко раньше и подумать о них. Мы смотрим на рынок S&P. Сейчас вот я открыл, Александру видно, все появилось? Да, 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 прекрасно видно, спасибо, Роман. Прекрасно видно. Что происходит на рынке сейчас? За последние дни. Это комбинация фундаментальных и технических факторов. Техническим фактором, который стал развиваться уже около месяца тому назад, является то, что рынок колоссально перекуплен. Вы видите на этом экране. Смотрим на левую сторону. Всегда стратегическое решение на благосрочном графике, а тактическое на дневном, который справа. Вы видите этот график, конверт, две скользящие средние и конверт, auto-envelope, авто-конверт. Это примерно 2,3 стандартные девиации от медленной скользящей средней. Рынок – это, как многие из вас знают, мое прошлое в психиатрии в Эстонии и в Америке. И я смотрю на рынок, как на больного с маниакально-депрессивной болезнью. Мания, депрессия и, конечно, периоды относительного спокойствия. Так вот, на недельном графике, на любом графике, я определяю маниакальные периоды, когда рынок поднимается выше конверта. И на недельном рынке это происходит крайне редко. Вы видите у левого края рынка в последний раз маниакальный эпизод, когда цены были выше конверта. Вот-вот здесь как раз. Это был 2017 год. Извините, 2018 год. Потом произошла тяжелая паника, как раз под Рождество 2018 года. И рынок выпал, у рынка была глубокая депрессия. Рынок упал ниже нижней границы конверта. Затем у нас был хороший боевой год. Рынок взлетает, достигает где-то весной верхнего конверта, гораздо левее, первый пик. Вот-вот-вот-вот здесь именно. Прекрасный роман, спасибо. Достигает верхнего конверта. И это даже не маниакальное состояние, а то, что в психиатрии называется гипоманиакальное. И потом рынок опускается в зону ценности. В зону между двумя скользящими средними. И немножко ниже. Опять начинается всплеск хорошего настроения. Опять рынок поднимается в гипоманиакальную стадию. Опять опускается в зону ценности и немножко ниже. Проводит там какое-то время. И совершенно замечательный взлет осенью этого года. Но к концу ноября, к концу декабря, к концу ноября, к началу декабря, рынок поднялся выше верхнего конверта. И не просто выше верхнего конверта, а весь столбик, весь штрих оказывается выше верхнего конверта. Вот это маниакальный психоз. Скорее, доктор, несите литиум. Литиум будем лечить пациента. А пока следите за ним, чтобы он об стенке себя не оббился. Очень маниакальный пациент. Вот это состояние возникло уже в конце декабря, в начале декабря. И единственная загадка в то время была, что столкнет рынок вниз. Маниакальное состояние не может продолжаться очень долго. В данном случае оно продолжалось около месяца. И фундаментальный фактор, который ударил по рынку, это никогда нельзя предсказать. Знаете, как говорится, знал бы, где падать, сенса бы подстелил. Никогда не знаешь, какой фундаментальный фактор ударит по рынку. Видно, что рынок очень раним из-за того, что он в таком маниакальном состоянии. А чем по нему ударит, непонятно. Не то, что непонятно, невозможно предсказать. И вот у самого правого края угроза всемирной эпидемии этого коронавируса идет из Китая. Я недавно написал письмо участникам нашей группы трейдеров Spike Trade. И в ней я сказал, если у тебя сосед хулиган и алкоголик, то со временем его проблема станет твоей проблемой. А если у тебя сосед, как наши друзья в Китае, в кавычках, которые едят жареных летучих мышей и засоленных змей, а потом садятся на самолет и летят к тебе, то их проблема – это твоя проблема. И то, что происходит в Китае, это культурный фактор. Они действительно едят жуть совершенно. И это считается экзотикой. И риск эпидемии появился в связи с тем, что вирус от животных перескочил к едокам. А едоки уже плюют и чихают, и разносят эту заразу. И вот эта угроза столкнула рынок очень сильно вниз. Но, кстати, сегодня утром ощущение, что угрозы контролируются. И сделки, которые я совершал сегодня утром, это я снимал прибыли по позициям на понижение. И где-то попозже, в течение этого вебинара, мы посмотрим на эти позиции. Вот так вот я вижу рынок сегодня. Значит, тренд по-прежнему вверх. Если вы посмотрите на недельный график, то вы видите, идет фигура более высокие пики и более высокие низы. Более высокие пики, более высокие низы. И вот эта вот структура не изменилась. Низ, самый последний низ, который мы видели вот на этой неделе, он выше предыдущего январского низа. То есть структура более высоких верхов и более высоких низов не нарушена. И поэтому в данный момент я смотрю на этот рынок, как рынок, который еще не готов скатиться в медвежью фазу. То есть, конечно, краткосрочные взлеты, падения, все такое. Смотрим на дневной график, куда Роман только что перевел свой курсер. Вы видите ту же самую структуру. Высокий вверх и в центре графика новый вверх и низ. Опять вверх и низ, вверх и низ. То есть структура, структура бычьего рынка не нарушена. Не нарушена эта структура. Вы знаете, есть поговорка, что генералы проигрывают войны, потому что они всегда играют, планируют для предыдущей войны. Замечательный пример, как после Первой мировой войны французы построили так называемую линию Можино, линию укреплений, чтобы немцы не могли на них, на пасть. Действительно, линия была совершенно неприступная. Но оказалось, что у немцев были планеры, и они высадили десанты с самолетов, с планеров. И эта линия просто вот так. То есть генералы проигрывают войны, потому что планируют на прошлое. Точно то же самое делают трейдеры. Планируют на прошлое. Я уже вам советую смотреть на то, что происходит, сравнивать это с прошлым, но все время думать о будущем. А что дальше? Что дальше? То, что было вчера, не обязательно будет сегодня. Очень многих людей очень ограниченный кругозор. И шире надо смотреть на вещи. Вот это вот мой взгляд на сегодняшний рынок. Тренд, бычь рынок в США продолжается. Такая вот острая реакция на эпидемию, похоже, закончилась. Она может возникнуть опять, конечно, но на данный момент она закончилась. И рынок... Вы знаете, у нас есть три позиции всегда. Можно покупать, продавать или стоять в сторонке. Продавать, играть на понижение или стоять в сторонке. Когда не знаешь, что делать, лучше стоять в сторонке. Но в данный момент, я бы сказал, выбор между покупкой и стоянием в сторонке. Потому что продавать на понижение после такого резкого падения – это бегать за толпой. Будет очередной взлет, я думаю. Вот там-то будет новая возможность играть на понижение. Роман, вопрос к вам теперь. Смотрим еще на какие-то рынки или переходим к вопросам-ответам, которые, надеюсь, к ответам, к вопросам, которых очень много? Да, мы можем посмотреть основные. То есть еще можем посмотреть евро. Давайте. Например, золото и нефть. То есть, чтобы пройтись по разным рынкам. А потом сможем к вопросам-ответам и к тем акциям, которые тоже участники уже написали. Евро. Слева недельный график. Конечно, стратегическое решение мы принимаем на нем. На этом графике видно, что евро долго находился где-то уже порядка двух лет, по-моему, если мы немножко уплотним этот график в режиме медвежьего рынка. Да, уплотним побольше, чтобы увидеть историю немножко. Вот так вот, да? То есть, я в этом дно находился в режиме медвежьего рынка. Расширим теперь опять. Вот так вот, да? И вот где-то к осени прошлого года он достиг совершенно нового дна. И смотрим на MACD-гистограмму, какое низкое дно было тогда. То же самое MACD-линии и индекс силы. Рынок поднялся. И сейчас он опускается опять. И мы сравниваем силу медведей сегодня с силой медведей прошлой осенью. То есть, рынок чуть-чуть выше предыдущего дна, но все индикаторы гораздо выше. И это подтверждает, это на основании этого, я полагаю, что евро ищет донышко. Он его еще не нашел, но евро ищет донышко. Опять-таки, всегда нужно, если вас кто-то спросит, а что вы думаете, вверх или вниз? На этот вопрос нужно ответить сразу же другим вопросом. В каком диапазоне? Вы смотрите на недельный график, на пятиминутный график, совершенно разные ответы могут быть. Вот глядя на недельный график, стратегический график, я считаю, что евро ищет донышко. Смотрим на дневной график, теперь справа. Это еще не дно. Почему не дно? Потому что у правого края и гистограмма достигла новых низов, и индекс силы достиг новых низов. То есть, по мере того, как евро падает, вот сейчас, последний месяц, медведи становятся сильнее. Поэтому это еще не дно. Я думаю, что падение будет продолжаться еще какое-то время. и я смотрю уже не столько на графики цен, сколько на индикаторы. Я хочу видеть более плоское донышко в этих индикаторах. Я хочу видеть на дневном графике то, что я уже вижу на недельном. Вот тут я начну смотреть на покупку евро против доллара. Посмотрим давайте на золото и на нефть. Это что-то золото. Да, золото всегда подскакивает, когда паника. Золото, так сказать, страховка всегда была. Золото на новых высотах. Кстати, я смотрю один из вопросов, который пришел перед этим вебинаром. У меня вопрос по данному вебинару, по инструменту золота. Почему Элдер говорит, что рынок золота будет расти? Хотя никаких подтверждений нет. Могли бы пояснить. Ну, я это говорил месяц тому назад. Я не знаю насчет подтверждений. Подтверждение в том, что золото поднялось довольно сильно. На сегодняшний день я сижу на краешке стула, чтобы золото продавать на понижение. Чтобы золото продавать на понижение. На краешке стула. Не имею права его продать. Сначала скажу, почему я хочу его продать. Потом скажу, почему я не имею права его продать сегодня. Закоротите вы сегодня. Опять-таки, мы смотрим не на 5-минутный график, не на 10-минутный график. Мы смотрим на стратегический недельный график. Идем налево. Очень сильный взлет у золота. Золото достигло 1600 долларов за унцию, даже немножко выше. И это близко к его историческому пику. По-моему, исторический пик был где-то 1800 с чем-то. Но что я вижу, что мне бросается в глаза, вот прям вот ощущение такое, что рука вытягивается ко мне с экрана, хватает меня с подбородок и говорит, видишь, 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 золото пробило, сравнивайте предыдущий пик на золото. Вот где у вас керса сейчас, Роман, это какое-то число примерно, на вскидку. Это где-то был, мне не видно снизу. Это летом это было, в июле где-то, да? Это конец августа. Конец августа, спасибо. У меня произошло очень неприятное происшествие. Я во Вьетнаме был несколько недель тому назад и хотел найти место в тени, стульев не было. Я нашел такой маленький-маленький столик и сел на него. И этот столик был очень плохо сделан. Я не тяжелый. Столик в пыль разлетелся и мой компьютер ударил по земле. У меня теперь немножко барахлит экран. Только что купил новый компьютер вот в прошлую пятницу. И я думаю, что сегодня уже будет у меня новый компьютер восстановлен. Но пока что я эти цифры читаю с большим трудом. Будьте осторожны, на чем сидите. Так вот, это была цена прекрасного, где вы поставили сейчас кроссер. Это была цена в августе. И посмотрите, вот посмотрите, как высоко МСД гистограмма была, как высоко МСД линии и как высоко индекс силы. То есть это был очень сильный пик с очень мощным подтверждением. Когда я вижу вот такие вот новые пики в индикаторах, я принимаю их за сигнал, что это не последний пик золота, что предстоит более высокий пик. И это то, что происходит сейчас. Значит, идем к правому краю, и мы видим, во-первых, золото выкинул такой вот палец кверху, или как его называла моя московская переводчица, хвост кенгуру. Рынок взлетел, и рынку не понравилась эта цена. Рынок отказался играть по этой цене. И остался вот такой вот палец, трощащий к небу. Обычно это символ разворота, структура, фигура разворота. Смотрим ниже. Смотрим на индекс силы, во-первых, в первую очередь. Значит, рынок выше, а индекс силы никакой. 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 Я уже не говорю про то, что это колоссальная дивергенция, то, что только что нарисовал Роман. Но посмотрите еще на такой фактор. На рынок силы наложены три конверта. Это конверты скользящих средних. ATR, по-английски, average through range. Не знаю, как по-русски это правильно сказать. ATR. Так вот, в августе рынок был выше всех этих. Кстати, Роман, нам бы хорошо эти конверты, раз они у вас уже есть, их бы на цены хорошо навесить тоже. Боевая задача. Не сейчас, конечно, но к февралю. Посоветуйте со мной по телефону или по скайпу, если вы захотите. Так вот, где-то в августе индекс силы поднялся выше тройного конверта. А сейчас, в январе, он едва-едва достиг второго конверта. Третьего даже достичь не мог. То есть, это колоссальная дивергенция. Почему мне запрещено продавать на понижение сегодня? Потому что МСД гистограмма продолжает подниматься. Видите, она покрашена зеленой, да? У правого края. Как только, как только, как только МСД гистограмма тикнет вниз, это как это как собаку с поводка спустит. Иди, пошел. Я готов. Я готов. Смотрим на дневной график. Теперь справа. Та же самая, здесь, конечно, другой диапазон времени. И здесь мы видим. Сравниваем цены закрытия. Значит, вот опять-таки, этот колоссальный палец, подскочивший кверху, он закрылся низко. Поэтому сравниваем цены закрытия. Смотрим, за два дня, за день до этого была самая высокая цена закрытия. И мы смотрим на цену сейчас, вот как мы с вами говорим. И сейчас цена уже ниже. То есть у нас есть ложный выпад кверху. МСД гистограмма тикнула уже вниз у правого края. Имеет место дивергенция. Дневной график уже разрешает играть на понижение. Вот так вот. Может быть, сегодня получим сигнал от недельного. Может быть, завтра. Но на основании вот этого дивергенции я должен играть на понижение золота. Когда я смотрю на такую структуру, и это бывает редко, это нечасто появляющаяся структура, когда и на недельном графике, и на дневном графике медвежья дивергенция. На дневном она уже есть. На недельном она потенциально. Я смотрю на это, и говорю, «Алекс, если ты не будешь торговать этим, чем ты будешь торговать?» Вот оно. Вот оно. Вот так. Давайте на нефть посмотрим. Я добавлю VTI. Как хотите, да. Да, это West Texas, да. Нефть упала в связи с событиями в Китае, вот сказать, фундаментально. Потому что Китай, Китай – это главный потребитель нефти. Во всем мире сейчас потребление нефти или уменьшается, или растет очень замедленными темпами. Потому что все переходят на альтернативные энергии. Даже вот у нас в Вермонте в горах стоят уродливые эти ветряки. Короче, на Западе потребление нефти понижается или растет очень малыми темпами. А Китай сжет нефть сюда огромными темпами. Я не знаю, были вы в Китае или нет, но там невероятное загрязнение среды. Отравлены реки, отравлен воздух. Я еду в аэропорт, автострада, 8 линий, утро, воскресенье, казалось бы, солнце. Так вот, я не могу увидеть из первого ряда автострада краешка восьмого ряда. То есть через 8 рядов движения уже ничего не видно. Только мгла. Вот так вот они живут. и, естественно, жгут нефть несусветно. А поскольку сейчас вот эта вот проблема с этим коронавирусом и проблема, конечно, в первую очередь в Китае, то экономика замедляется. Китайская экономика замедляется, и поэтому упала нефть. Вот сказать. То есть игра на нефти на сегодняшний день это игра на том, что произойдет в Китае. Поскольку в Китае жесткая цензура и традиционно нечестные выпуски новостей, то игра в нефть это игра в карты с закрытыми глазами. Неизвестно, какие номера оттуда придут, какие номера они отколят, и поэтому нефть это не хороший торговый инструмент на сегодняшний день, я считаю. Потому что нефть сейчас абсолютно движется фундаментальными факторами, которые массированы, перевраны, скрыты государственной прессой Китая. Встретился с читателем своих книг в прошлом году, в марте. Очень приятный мужик из Азербайджана. И он мне говорит, есть две темы глубоко личные, которые я ни с кем не обсуждаю. Это религия и политика. И мне жена тоже самое говорит, не комментируй, не комментируй. Окей, поехали дальше. Вот, ну, в принципе, основные инструменты мы посмотрели, опять же, те, которые попросили наши участники. Дальше уже есть акции, которые просят, но мы могли бы... Давайте начнем с вопросов, Роман. Хорошо, давайте. Некоторые вопросы по конкретным акциям, некоторые нет. Или, может быть, знаете, чтобы не надоедать, сказать, моими песнями, я отвечу на пару вопросов, и потом от вас, может быть, пару акций. Опять, несколько вопросов, пару акций, да? Да, хорошо, давайте так. Вот так, вот такой в теннис немножко собираем. Вопрос. Как вы относитесь к другим индикаторам? В частности, интересует ваше отношение к полосам Боллинджера, как аналог конверта, процентный диапазон Ларри Вильямса, Вильямс процент А. Вильямс процент А совершенно нормальный индикатор, но я считаю, что вот индекс силы, он просто... или MACD, он глубже, а не просто лучше. Но это личное мнение. Если вы пользуетесь Вильямс процент А в добрый день, в добрый час. А что касается полос Боллинджера, то я считаю, что они нужны только одной группе трейдеров, трейдерам по опционам, потому что эти полосы Боллинджера полностью зависят от волатильности рынков. То есть, когда полосы Боллинджера узкие-узкие, лучше опционы покупать. Когда они широкие, то лучше опционы продавать или создавать. Writing Options. А для инструментов, как акции, фьючерсы, гораздо лучше пользоваться обычными конвертами, в частности, которые я показываю вам здесь. Другой вопрос. Подскажите, какое отношение риск-прибыль вы соблюдаете при торговле? Например, будете ли вы заходить в сделку, если риск-прибыль один к одному или один к двум? Я избегаю сделок, где отношения прибыли к риску хуже, чем два к одному. Изредка, изредка, изредка бывают ситуации, где отношения гораздо лучше. Три, четыре, пять, даже шесть к одному. Но это редкие случаи. Два к одному это для меня минимум, из которого очень редко делаю исключения. При этом, когда вы ставите, когда вы создаете вот это, когда вы считаете прибыль к риску, то очень важно не мухлевать, потому что цена покупки ясна. Это что-то купили там за, скажем, за сорок долларов. Мишень прибыли сорок шесть, а стоп-лосс тридцать семь. Нет, не сделай, лучше не тридцать семь, лучше тридцать восемь. А, тогда у меня соотношение риск-прибыль к риску еще лучше стало, можно будет больше закупить. Понимаете, то есть очень легко создать лживую картину для себя. И поэтому хочу сказать насчет стопов. Я, когда выставляю стопы, то никогда не ориентируюсь на предыдущие цены, потому что это все делают. А я не хочу торговать, как все, я хочу торговать по-другому. Поэтому все мои стопы рассчитываются в зависимости от волатильности рынка. Есть замечательный показатель волатильности, опять-таки, по-английски называется ATR, Average True Range. Посмотрите на интернете, там есть определения, и ATR включается в большинство программ, которыми вы пользуетесь. И ATR это нормальный, ATR это уровень шума на рынке, это уровень, это средний, это нормальный дневной диапазон, это расстояние, которое рынок просто от ничего может покрыть за один день, просто в процессе таких нормальных колебаний. Поставить защитный стоп ближе, чем один ATR, лучше отдать деньги благотворительности, потому что вы ставите стоп в зоне шума, поэтому стопу рынок в даре. Может быть не сегодня, может быть даже и не завтра, может быть не на этом рынке, но почти всегда. Поэтому стоп должен быть больше, чем одна ATR, Average True Range. Минимум полторы, лучше две. Вот так насчет стопов. И другой вопрос пришел насчет акций каких-то. Кстати, я не смотрел на эти акции. Давайте посмотрим вместе. Workhorse WKHS. WKHS. Надо было заранее посмотреть, но я как-то пропустил это дело. я попробую сейчас поискать эту акцию. Как раз сейчас в чате написали, уже несколько участников попросили акцию стикером KCC. Давайте, что хотите. вот я ее сейчас открыл на график. KSS. Да. Так, что я всегда делаю, когда выхожу к акции, которую давно не видел. Я сейчас на своем компьютере иду на веб-сайт, который называется Finviz. Так и пишется. Finviz. Вношу название этой акции KSS. И это мне говорит. А, это КОЛС. Это сеть универмагов компания. Сообщение о доходах будет опубликовано 18 февраля. То есть сейчас можно ее торговать. Я никогда не хочу торговать за неделю до сообщения о доходах. И процент сделок на понижение или позиции на понижение в этой акции почти 13%, что довольно высоко. Что потерял, потерял, где мы с вами находимся. Как раз тоже открыл Финвиз, чтобы всем было видно. прекрасно. А, мне нужно было вас попросить тогда. Что-то я вас не вижу сейчас, Роман. У вас синенькое окошко должно быть такое с камерой. Значок внизу. Вы знаете, с тех пор, как я уронил свой компьютер в Вьетнаме, я не вижу низа, где у меня находятся все эти А, все, больше, когда найду страницу, я уже с нее не уйду. Так, иди сюда, 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 и попалась. Так, Роман, прям вот вижу, это как рыба, да, вижу и не могу достать. жена у меня технарь, она работает с новым, значит, нам сейчас устанавливает новый компьютер, а я еще на старом это дело делаю. Так, прошу прощения. фигуис. Sorry, sorry, sorry. Ah, так. Так вот, прекрасно, сейчас все видно. Кстати, очень полезный сайт, очень всем рекомендую, и, главное, цена хорошая – ноль. В самом центре написано Earnings February 18, BMO – это «before market open», до открытия, то есть, если мы играем на какую-то акцию, то лучше это делать, лучше этого не делать, потому что, когда выходят эти сообщения об Earnings, они очень часто сильно бьют акцию и вверх, и вниз, то есть, это неопределенность, лучше избегать. А в раз-два, в следующей колонке, четвертая колонка справа, написано Short Float, Short Float, вот-вот-вот, правильно, Short Float. И это 12, округляем, 13%, это значит, нормальная короткая позиция в акции – это порядка одного-двух процентов, всегда есть какие-то короткие позиции, 1-2% – это нормально. Если короткий интерес выше 10%, это говорит о том, что многие люди ожидают падения. Может быть, они умные, может быть, они правы, но может быть, они ошибаются. А самое главное, если эта акция начнет подниматься, даже немножко, то шорты начнут паниковать. И когда шорты паникуют, они начинают покупать, чтобы закрыть свою позицию. Поэтому высокий короткий интерес Short Float – это не обязательно, но потенциально резкий взлет акции. Я об этом говорю для сравнения так. Представьте себе, что вот у вас там есть сарай, и в сарае стоит несколько баков с бензином. Может быть, ничего не будет. Но если случится пожар, даже небольшой, этот сарай сильно будет гореть. Вот этот высокий короткий интерес – это как емкости с бензином, стоящие в сарае. Не обязательно, что будет неприятность, но если будет, она будет немалой. Возвращаемся к акции. Возвращаемся к вашему графику этого КСС. Вот так вот. Ну, что сказать? Смотрим налево. Медведи бьют по этому рынку. Бьют по этому рынку. Рынок по этой акции, извините. И акция находится в индустрии, которая, в общем-то, довольно плачевная. Потому что люди все меньше и меньше ходят по универмагам. Все покупки, огромное количество покупок переходит в онлайн. Это малоинтересная индустрия. Но, с другой стороны, на недельном графике цены стоят на уровне поддержки. Очень красивая дивергенция индекса силы внизу. МСД гистограмма продолжает опускаться. То есть, коротить сейчас нельзя. Извините, оговорка. Покупать сейчас нельзя. Покупать нельзя, когда опускается гистограмма. Но как только она тикнет немножко вверх, покупка станет легальной. То же самое относится к дневному графику, вот с правой стороны. Тут тоже рисуется очень красивая дивергенция между ноябрем, между ноябрьским дном и сегодняшним дном. Но, опять-таки, МСД гистограмма опускается. Как только она тикнет вверх немножко, это будет легальная покупка. Хотите посмотреть на акцию, в которой короткий интерес? Кто-то обратил мое внимание на нее. Акцию, в которой короткий интерес 60%. Давайте посмотрим. Это PTON. PTON. Peloton. Это такая совершенно новая компания, колоссально модная. Вы покупаете очень дорогой стационарный велосипед, ставите его дома, к нему присобачен экран, к нему присобачены всякие счетчики, и вы участвуете в дружеских велогонках с другими такими спортсменами. И акция была выпущена по 20 с чем-то долларов, она взлетела до 36, упала, поднимая, поднялась опять, она сегодня котируется 31 доллар. Короткий интерес, посмотрите вот в этом столбике, да? Short ratio, правильно, 65%. Вот так вот. Смотрю и немножко облизываюсь. Но у акции очень короткая история. Я не люблю играть акциями, у которых меньше года истории. Я говорю, эта девушка слишком молодая, может быть, нелегальная. Окей. Еще какую-то акцию или... Можем сейчас вернуться к вопросам, и я попрошу тогда наших участников написать несколько тикеров, да, то есть те акции, которые хотелось бы посмотреть, и там несколько, которые повторятся, то мы их тогда посмотрим в оставшееся время. Окей. А, кстати, вот вопрос кто-то прислал. Когда вы ставите стоп на недельном или на дневном графике? Во-первых, очень важный ответ. Я ставлю мишени сделать, мишени сделать на долгосрочном графике, стопы на краткосрочном. То есть, если я делаю какую-то стратегическую сделку, то я ставлю мишень на недельном графике. Например, вот у вас стоит здесь сейчас этот КСС на экране, да? Я его вижу. КСС. Сейчас, если бы я планировал сделать эту сделку, как бы я запланировал ее? Я бы на недельном графике, я бы сказал, что вполне резонно этой акции подняться в зону ценности, в зону между двумя скользящими средними. То есть, акция сейчас у правого края, очень мелкий шрифт, я не могу прочитать. 44,50? 44,50, а зона ценности? Где-то 49. 49, значит, где-то смотрим на 4,5 доллара прибыли, потенциально, потенциально. А теперь стоп я буду ставить на дневном графике, на дневном графике. Я вытащу этот индикатор, ATR на дневном графике, и я посмотрю, какой ATR, я боюсь уходить с этого экрана, я могу проверить его у себя. Ну, ладно. Допустим, что ATR 70 центов. 70 центов. Это значит, что мой стоп должен быть минимально доллар и 5 центов ниже цены входа, да? Полторы ATR. То есть, я беру одну ATR, добавляю к негере, умножаю ее на 1,5, и вот это моя зона, это мой стоп. То есть, плюс минус где-то 43 получается. Ну, чтобы вот я наглядно сейчас показываю. Да, 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 да. То есть, вот такая нормальная сделка. То есть, значит, если покупаем где-то 44,50, вы говорите, ставим защитный стоп где-то 43,20, может быть, и мишень порядка 49, вот так вот оно и складывается. То есть, мы рискуем доллар 50, мы надеемся получить порядка 4 долларов, совсем, сказать, совсем не худо, совсем не худо. То есть, мишень на долгосрочных графиках, стоп на краткосрочных. Такой это совет. Вопрос. Кстати, вот, собственно, это есть ответ на вопрос. Какая средняя продолжительность сделок? У меня есть три типа сделок, которые я делаю. У меня есть сделки, которые я собираюсь держать, может быть, год. У меня есть... Это редко, это очень редко. У меня сейчас только одна такая сделка идет. Я провел очень хорошую игру на бразильской нефтяной компании PBA. То же самое, два года продолжалась сделка. Но это необычное для меня совершенно явление. И большинство моих сделок несколько дней, несколько недель. Редко больше месяца. А кроме того, если я перед экраном, у меня свободный день, я никуда не ухожу, я иногда делаю day trading. Тогда продолжительность сделки меньше дня. Может быть, час, несколько часов. Но очень важно знать, что вы планируете. Знать, что вы планируете. Например, вот эта моя сделка, которую я собираюсь держать год или дольше, когда она немножко колеблется вверх и вниз. Я даже не смотрю на нее каждый день. Потому что, если бы я на нее смотрел каждый день, то я бы ее не удержал никогда. Эти маленькие колебания вышибли бы меня. Когда эта сделка day trade, то я сижу перед экраном, не отрываясь. Когда эта сделка на несколько дней или недель, то тут я могу отойти от экрана. Александр, я правильно понимаю, что это компания Pembina Pipeline Corporation? Что, что вы говорите? А вот компания, про которую вы говорите, PBA, это… Petroleus Brasileiros. А, где? Это PBR. PBR. Petroleus Brasileiros. Хотел просто посмотреть. Поставьте, если вы можете, поставьте очень долгосрочный график. Допустим, даже месячный график. Да, есть. Как раз я думаю, что в нашем… Поставьте месячный график. И поставьте его, скажем, лет на 10, если можно. Окей. Прекрасно. Все, все. Вот, 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 вот. Вот, вот, все. Прекрасно. Что произошло? Где-то возле самого верха, возле самого верха, я был в Бразилии на конференции. И кто-то поднимает руку и задает вопрос. Какую акцию в Бразилии вы хотели бы купить? Я им говорю, вы знаете, я не занимаюсь бразильскими акциями, я живу в Америке, мне хватает головных болей от собственных акций, за границей я за ними не езжу. Нет, ну, если бы вы жили в Бразилии, что бы вы здесь покупали? Я бы ничего не покупал, я бы коротил, я бы коротил PBA. В зале молчание. Это как будто кто-то бы, грубо говоря, пёрнул в церкви. Никто не слышал. Так, следующий вопрос. Она была 70 долларов тогда. 55, 45, 30. Я перестал за ней следить. 15. Уже меньше не бывает. Я совершенно перестал. Нет, это немножко раньше, немножко раньше было. Вот здесь где-то 15. Я перестал за ней следить совершенно. И у меня был, я проводил лагерь биржевиков несколько лет тому назад в Макао, возле Гонконг. И мужик сидит в зале. Я, к сожалению, у меня нет его контакта. Я бы ему бутылку водки послал или коньякар. Мужик из Литвы, очень учёный, предводитель какой-то фармацевтической компании. Он мне говорит, посмотрите, пожалуйста, на PBA. Я на неё перестал смотреть уже год тому назад или два. Я смотрю на PBR, и это вот по самым низам, по самым низам. Она тогда стоила 4 доллара. Я стал её покупать. Я стал её покупать по 4 доллара. Потом она поднялась к верхнему конверту. Я продал две трети. Потом она опустилась опять. Я закупил. И вот так вот я на этих качелях качался. И, наконец, я думал, что она дадёт до 20 долларов. Наконец, у меня терпение лопнуло. Я просто устал уже от этой компании. И где-то по 15 долларов я полностью продал все позиции и закрыл. Но я снял где-то хорошую шестизначную цифру с неё. Но это заняло пару лет. Вот этот пример долгосрочной сделки. Почему я это сделал? Почему? Бразилия была глубоко коррумпированной страной, где правящая партия, левая, доила экономику изо всех сил. PBR – это нормальная нефтяная компания. Она такая же реальная, как, допустим, французская Total или итальянская Any. И она должна быть прибыльной, если цена нефти выше 35 долларов. Ей принадлежат все нефтеразработки в Бразилии. Нефть в океане, подводные разработки, перерабатывающие заводы, бензоколонки – всё. Но политики её душили. А у меня есть очень хороший приятель, такой друг, можно сказать. Он бразилец, бывший офицер бразильской армии. Сейчас у него компании по продажу женских украшений в Чикаго. Большой поворот. И мы с ним обедали как-то. И он мне говорит, вот, сейчас выборы нового президента, изберут нового президента, он выметит всех этих левых, вся экономика пойдёт вверх. И так оно и произошло. Бальсонаро был избран, Бальсонаро сейчас президент Бразилии. Перемены ограничены, потому что инерция очень плохая у страны. Но ситуация лучше. И по мере того, как Бальсонаро был избран, ПБР пошла выше, выше, выше. Я стал покупать ещё довольно задолго до выборов. Вот такая вот. Но это необычная сделка. Это долгая. В феврале, сказать, разбудите меня, я вам покажу свою сегодняшнюю сделку. Есть новая идея. Но не сегодня. В феврале поговорим о ней. Хорошо. Ещё вот одна акция, которую написали несколько участников, это Boeing. А-а-а, это то, о чём мы в феврале будем говорить. Это моя следующая долгосрочная акция. Вы знаете, был очень крупный финансист в Европе, лет 200 тому назад, Ротшильд. Его отпрыски до сих пор очень крупные банкиры. И он ещё был таким острым на язык человеком. У него спросили, а когда лучше всего покупать? Он говорит, покупай, когда кровь течёт по улицам. Моя предпоследняя Ротшильдского, я это называю Ротшильдтрейд, сделка Ротшильда. Я купил Гонконг прошлой осенью, когда действительно, к сожалению, кровь лилась по улицам. Оказалось очень, продал потом, оказалось очень хорошая сделка. Это очередная сделка Ротшильда. Но не сегодня. Давайте в феврале поговорим о ней. Хорошо. Тогда те, кто написал про Боинг, будем ждать вас на следующем как раз вебинаре. Там уже более подробно её обсудим. Хорошо. Тогда можем посмотреть ещё оставшиеся вопросы. И я посмотрю ещё акции, которые нам написали тогда в чате. Появился вопрос к Александру по последнему вебинару. В прошлом вебинаре были взяты для примера две потенциальные акции для сделки. LDOS и ITW. Обе сделки показали обратную динамику, и дивергенция не сработала. Очень хотелось бы понять, где бы Александр выставлял стоп-приказ и отработал ли он уже на настоящий момент. Так не совсем понятно, закрыл бы Алик сделки уже или оставил бы их выжидать. Я открыл обе сделки. Вы знаете, я делаю то, что по-английски это называется I eat what I cook. То есть я ем собственную готовку. Если я говорю о какой-то акции, то это не просто для сотрясения воздуха. У меня есть позиция по ней. Если вы меня спрашиваете про какую-то акцию, это другое дело. Но если я сам приношу какую-то акцию к обсуждению, эта акция не просто так. Я сделал две сделки. LDOS, я потерял на ней деньги. И ITW, я снял с нее прибыль сегодня утром. На LDOS у меня есть дневник этой акции. Я просто боюсь сейчас в него входить, потому что я боюсь потерять эту страницу на своем немножко побитом экране. Но могу поделиться потом этой картинкой. Но давайте посмотрим. Просто вы поднимите сначала LDOS, а потом ITW. Сейчас LDOS добавляю. А вторая компания? Ай-Ти-Дабл-Ю. Айван, Таня и потом W. Ага. Или Ной Стулы. Да-да-да. Ну, смотрим сначала на LDOS. Так. Фух. Вовремя я сбежал из нее. Если вы посмотрите на график, на дневном графике почти ничего не видно, чтобы больше увидеть информацию. Ну, еле нормально, а вот дневной. Угу. Хорошо. На недельном... Во-первых, почему я ее продал? На недельном графике, вы видите, был момент, когда MACD гистограмма... Так-так-так-так-так... Там был просто месячный, я поменял на недельный, как раз написали в чем-то. Окей. На недельном графике. Вы видите, как MACD линии стали закругляться вниз, и был какой-то момент, когда MACD гистограмма тикнула вниз. На дневном графике, вот видите, тут gap был. Разрыв такой, да? Эта сделка была до разрыва. То есть, мне показалось, что это ложный пролом вверх, дивергенция. Но дивергенция индекса силы, дивергенции MACD гистограммы не было. Я бы сказал, низкое качество входа. И вот здесь я вошел на понижение, акция стала подниматься, и когда произошел этот gap, я вышел из этой сделки. Причем допустил ошибку. Это была не сделка, которой я мог бы гордиться. Я допустил ошибку тем, что у меня не стоял приказ о выходе. Поэтому, если бы стоял приказ, то я бы закрыл свою позицию на нижней точке этого gap. А так я закрыл только позже в течение дня. И на этом у меня еще сгорели две тысячи долларов. Ошибки стоят... Глупость стоит денег, ошибки стоят денег. Но я как раз разбирал эту сделку недавно. Очень важно вести графики своих сделок. У меня есть картинка каждого входа и каждого выхода. И потом я возвращаюсь к ним два месяца, месяц, два месяца спустя. И разбираю их. Таким образом я становлюсь своим собственным учителем. Была неудачная сделка. И я из нее, кстати, вышел. Давайте посмотрим сделку, которую я закрыл сегодня. Illinois Toolworks, ITW. Добавляю. Опять-таки я боюсь идти к собственному графику, чтобы не спалиться. Хотя... А, ладно, другой раз. Я продал, сыграл на понижение в этой компании где-то примерно чуть-чуть больше месяца тому назад. И сидел, сидел, ждал в море погоды. Она как-то никуда не шла. Она что-то немножко в мою пользу, немножко против меня. И вчера, когда рынок очень сильно упал, она очень крупно рубанула вниз. И я это видел. И я оставил, я продолжал держать позицию, потому что моя мишень прибыли была порядка 165 долларов. И я думал, что сейчас, значит, ее дальше вниз понесет. А сегодня, вместо того, чтобы нестись дальше вниз, акция открылась примерно там же, где закрылась вчера, и стала медленно подниматься. И тут-то я посмотрел. Низшая точка, вот если проверить предыдущую низшую точку, какая была цена? Вот, чуть-чуть левее, да? Ну, чуть-чуть левее. Вот самый низший. 168. Нет, вот здесь вот, где как бы, вот на этом столбике. Да, 168.80. Окей. А вчера? Вчера 169.80. А, ожидал пролома. А вместо пролома не получилось, акция стала подниматься. А прибыльная сделка, опять-таки, немалые тысячи долларов в открытой прибыли. Я думаю, я себе говорю, похоже на разворот. Похоже на кратковременный разворот. И тут-то я снял прибыль с нее. Держать ее до мишени было бы, это как, знаете, стоять перед поездом, на тебя идет поезд, и ты говоришь, вот он здесь остановится. А вдруг он не остановится? Поэтому я решил, что, как говорится, лучше синиться в руке, чем журавль в небе. Так кажется? Да, все правильно. Вот так вот я ее снял. А, кстати, опять можно войти, пишет Абзал. Абсолютно, Абзал, абсолютно. Очень возможно. Очень возможно. Так что, я хотел ответить на этот вопрос и показать обе сделки. Я сделал обе сделки на своем счете. На одной я потерял деньги, на одной я сегодня закрылся. Баланс положительный. Да, отлично. Это очень, я думаю, полезно для наших участников. У нас уже подходит к концу время, поэтому я думаю, что может быть один вопрос, если успеем, то есть тот, который вам еще понравился, ну и кажется наиболее актуальным. И тогда уже все остальные вопросы обсудим на следующем вопросе. Я... А, вот еще вопросы пришли. Цели по сделке... Несколько вопросов подряд. Цели по сделке ставят на старшем таймфрейме или на рабочем? На рабочем. Цели на старшем остановке на рабочем. Цели на старшем остановке на рабочем. В книгах писал об оценке сделок в зависимости от того, какой процент конверта взят. Оценка А – 30% ширины конверта. Вопрос, ширину конверта измеряют на старшем или на рабочем? На рабочем. Но хочу сказать, где-то год тому назад я переключился на другую систему оценок. Я считаю свои сделки не по процентам снятого конверта, а по количеству ATR, по количеству вот этих индикаторов волатильности. Хорошая сделка больше двух ATR. Когда можно торговать против тренда? Новичкам никогда. Опытному, опытному трейдеру, опытному битому рынком трейдеру, который осторожен. Есть тип сделки, я его называю fading the extreme – игра против экстрима. Когда рынок достигает экстрима, надо играть против него. Вы, кстати, видите даже экстрим на этом графике ITW – игра против экстрима. То есть тренд идет вниз сейчас, недельный график повернул вниз, дневной график повернул вниз, но стоит экстрим. Вот так вот. Только-только в таких ситуациях. Но это не для новичков. Что именно делает Александр в качестве своего дневного и недельного ДЗ? ДЗ, наверное, домашнее задание. Домашнее задание, да. Домашнее задание. Но вот, кстати… Дневная тема, не на сегодня, да, не на сегодня. У нас есть записи вебинаров, поэтому вы также можете написать… А-а-а, прекрасно. Да, то есть мы уже об этом говорили, поэтому всегда можете написать на roman.isakov.com и мы обязательно вышлем отдельно, ну или найти на YouTube-канале у нас это есть. Окей, спасибо большое, Роман. И спасибо за прекрасную поддержку. С вами просто очень приятно работать. И я жду очередной встречи с вами и с нашими слушателями и зрителями 25 февраля. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое, уважаемые участники. Как я уже сказал в начале, ссылка на эту запись будет добавлена на наш YouTube-канал. Мы сделаем обязательно рассылку. И ваши вопросы прошу всех оставлять под этим видео, чтобы потом я их смог собрать, отправить Александру. И Александр смог их предварительно посмотреть для того, чтобы уже разобрать на следующем вебинаре. Александр, спасибо вам, как всегда, за информативный и максимально полезный час этого вебинара. Поэтому увидимся уже в феврале. Ну и продолжим погружаться в финансовые рынки. Спасибо. 23 февраля – это день армии, авиации и флота, если память не изменяет. Только у нас на 25-е. 23-е будем пьянствовать. 24-е похмеляться, а 25-е уже потрезвую голову. Шутка. Плохая шутка. Все, хорошая. Хорошо. Все, всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok